Дифференциальный автомат Давайте для начала разберемся в терминологии Устройство защитного отключения УЗО Он же выключатель дифференциальный ВД Дифференциальный автомат или сокращенный ДИФ автомат Он же автоматический выключатель дифференциального тока АВТД В качестве примера рассмотрим продукцию фирмы ЕЭК Слева у нас установлено УЗО ВД-1-63 С номинальным током 16 А С уставкой дифференциального тока 30 мА А справа у нас установлен автоматический Вернее дифференциальный автомат типа АВТД-32 С номинальным током 16 А и с дифференциальным током уставки 30 мА Как видите, по внешним признакам они очень похожи Ну давайте начнем с главного отличия УЗО от дифференциального автомата Устройство защитного отключения Это коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током А также контролирует текущее состояние электропроводки И при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде токов утечек отключает ее Более подробно об этом я писал в своих статьях Переходите в раздел электрооборудования под раздел УЗО Еще раз повторяю, что УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от токов короткого замыкания и перегрузок Его само необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель Так, дифференциальный автомат Это тоже коммутационный аппарат, который совмещает в себе в одном корпусе И автоматический выключатель и УЗО То есть дифференциальный автомат, он способен защищать электрическую сеть Как от коротких замыканий и перегрузок Так и от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки Электрических приборов Или при попадании человека под потенциал Условно дифференциальный автомат Можно представить в виде тождества А теперь давайте рассмотрим, как же эти два устройства отличить между собой Вот у вас установлены в щитке УЗО Вот установлен дифференциальный автомат Как видите, внешне они совершенно одинаковые по габаритным размерам И в принципе по внешней конструкции Так, как отличить УЗО дифференциальный автомат Первое, надпись названия устройства В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить нас в заблуждение Начали на лицевой стороне или сбоку на крышке писать название устройства Второй способ отличить УЗО дифференциальный автомат Это обратить внимание на маркировку Если перед цифрой, которая указывает значение номинального тока Изображена буква Б, С или Д То значит это дифференциальный автомат Вот видите, буковка С стоит Которая обозначает тип его, время токовой характеристики Электромагнитного и теплового рассепителей Если на корпусе указана только величина номинального тока А буква перед цифрой отсутствует То значит это УЗО Видите, указан только номинальный ток 16 А А буквы типа характеристики нет Отсутствует Третий способ немножко сложнее Но тем не менее имеет право на жизнь Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор То есть вот Два полюса Вот эта вот петелька Вот эта вот петля Это есть дифференциальный трансформатор То есть вход-выход Вход-фаза Вход-ноль Выход-фаза Выход-ноль Дифференциальный трансформатор Устройство сравнения И исполнительный механизм Кнопка тест То есть это у нас УЗО Если же на схеме изображен И дифференциальный трансформатор Вот дифференциальный трансформатор на двух полюсах Усилитель Исполнительное реле А также изображены обмотки электромагнитного и теплового рассыпителя Вот изображена на фазе катушка электромагнитного рассыпителя И тепловой рассыпитель Биметаллическая пластина теплового рассыпителя То значит это у нас дифференциальный автомат Так, ну и четвертое Габаритные размеры Сейчас этот параметр не так актуален, как ранее Первые дифференциальные автоматы были по габаритным размерам На порядок шире Нежели УЗО Так как в корпусе дополнительно нужно было разместить электромагнитный тепловой рассыпитель В настоящее время наоборот Дифференциальные автоматы выпускаются Даже Дифференциальные автоматы стали выпускаться с габаритными размерами меньше чем УЗО Как видите в моем примере УЗО ВД-163 и дифференциальные автоматы ВТД-32 имеют совершенно одинаковые размеры Поэтому данный пункт при отличии УЗО от дифференциального автомата Во внимание можно не брать Продолжение следует... Продолжение следует...